Микс Ньюс Добрый день, 12.16 на часах, мы начинаем программу «Разворот». Сегодня в этой студии работают Алена Борисова, мой коллега Артём Липин. Добрый день. И помогает нам звукорежиссёр Евгений Копеин. Поговорим мы сегодня о социальном предпринимательстве. У нас сразу два гостя. Это руководитель Латвийской ассоциации социального предпринимательства Лиэна Раина Митева. Здравствуйте. Здравствуйте. И создатель социального предприятия РБ Кафе Марис Гравис. Добрый день. Который, кстати, вчера было торжественное открытие. Позавчера. Позавчера, да. Простите, пожалуйста. Мы сегодня поговорим, как вы уже поняли, о социальном предпринимательстве. Мы попытаемся выяснить, возможно ли превратить желание помогать людям, не только людям, и животным, и природе, и миру в успешный бизнес. И вот в прошлом месяце, в конце мая в Риге проходил форум как раз-таки социального предпринимательства, который вы организовывали, да, Лиэна? Да, да. И в рамках которого, я так понимаю, обсуждались и различные бизнес-модели, да, как это может быть исполнено в Латвии. Можете поподробнее об этом рассказать, что это за форум, первый ли раз вообще он проходил, насколько он был большим, и что там обсуждалось, что там происходило? Такой форум уже создался не в первый раз. На этом году у нас был юбилей, десятый раз, и каждый год мы посвящаем какому-то тему этот форум. Немножко подальше от микрофона. Да, извините. И на этом году мы говорили, обсуждали тему, можно ли это быть бизнес. Можно ли на этом заработать, иными словами, да? Да. И у нас, каждый год у нас есть и гости из-за рубежа, и наши из Латвии. Вообще-то такое большое, самое главное в году, самое главное такое мероприятие. Но вы сказали о том, что это уже десятый подряд форум, и это, по-моему, ежегодно проходит. А можно ли говорить о том, что в Латвии социальному предпринимательству около десяти лет? Я думаю, что так не можно говорить, потому что социальное предпринимательство как идея существует уже, не знаю, давным-давно. Это ничего нового, но как такой концепт, как и закон, и регулирование, это последние 3-4 года. Но вы только что затронули закон, может быть, я поясню нашим слушателям, что буквально год назад, 1 апреля, действительно вступил в силу закона о социальном предпринимательстве, который означает какие-то перемены в этой сфере. И я так понимаю, что если до сих пор фонды работали как фонды, то сейчас они могут иметь какую-то юридическую хозяйственную деятельность, и могут работать, допустим, как СИА. Да. Это как-то помогло? Вот за этот год что изменилось с тех пор, как приняли этот закон? Ну, изменилось то, что есть рамки, есть где работать, есть форма, как работать. И можно свою эту хозяйственную деятельность теперь развить как СИА. То есть теперь официально есть работодатель, есть сотрудники, которые могут там в СГД значиться под отдельным номером, да? Да. Ну, все то, что предусматривает предприятие. Марис, расскажите, пожалуйста, а вот вы уже открывали свое кафе, это первое кафе в странах Балтии, РБ-кафе, которое, я так понимаю, где в основном трудятся люди с ограниченными возможностями, и вы уже открывали после принятия этого закона? Мы начали работу в прошлом году в августе при идее, чтобы создать кафе. Можно сказать, что да, что если в апреле приняли закон, в августе мы начали работать, что мы немножко ждали, что мы можем делать этого решения, этого регулирования, потому что нам было важно, что мы можем делать, что у нас есть рамки, есть как бы статус, и статус нам немножко помогает развить нашу деятельность. Скажите, пожалуйста, вот изначально, когда вы только начинали, вы начинали для того, чтобы заниматься именно социальным бизнесом, или вы рассуждали как предприниматель, который видит, ну, непосредственно в этом основную цель – это заработок? Мы уже с самого начала это видим как социальный проект, который действует по правилам бизнеса. Но наша главная цель, наша главная миссия – это создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями, и чем лучше нам будут идти дела, тем больше работы мы можем предложить большим числом людей. А может быть, вы расскажете поподробнее, что это за кафе, кто у вас работает, какой у вас штат, что вы делаете, где вы находитесь? Мы находимся на улице Бронинеку, 63. Это кафе-кондитория, где мы каждое утро приготавливаем разные виды… Кондитерских изделий. Кондитерских изделий. И предлагаем очень вкусное кофе. И работают вместе у нас 9 сотрудников, из которых 6 на данный момент люди с ограниченными возможностями. И 3 из них работают в кондитерской, и 3 работают в зале для обслуживания клиентов. И каждый может прийти к нам в рабочие дни с 10 до 6, чтобы почувствовать, чтобы увидеть, что люди с инвалидностью могут работать, и они должны работать. Менять, может быть, небольшие стереотипы, которые у них есть, и попробовать самые вкусные булочки в Риге. Ну, вот скажите, вы сказали, что темой форума был вопрос, может ли социальные предприниматели быть бизнесом, приносить прибыль. Какой в итоге ответ вы получили на этот вопрос в результате форума? Я сегодня с утра тоже была в одном семинаре, где выступали наши социальные предприниматели, и они очень классно сказали, что они предлагают свои услуги за нормальные… Ну, сможем сказать, дорогие цены, и они гордятся этим, потому что они знают, что вся прибыль, весь прибыль пойдет для социальной цели. То есть на какие-нибудь благие дела, для того, чтобы улучшить что-то в нашем обществе. Да, ну, например, в твоем случае, это чтобы дать работу. А те люди, которые у вас работают, как вы их находили? Было ли сложно вообще найти тех, кто согласен работать в кафе? Потому что мы в рамках наших передач в том числе общались с другими социальными партнерами вашими, и они говорили о том, что в Латвии быть человеком с инвалидностью, скажем так, очень удобно в том плане, что эти люди боятся выйти на рынок, им удобнее получать пособие по инвалидности, нежели пробовать себя на работе. То есть это не всегда нетолерантное общество по отношению к ним, но это еще может быть страх этих людей, найти себе работу, вот просто так удобнее и комфортнее. В первую очередь хочу сказать, что работа и заработок, он не является никакой влиянием на пособие о инвалидности. Это означает, что человек, который начинает работать, не теряет пособие на инвалидность. Но он получает дополнительное пособие, может быть, по безработнице, просто у них же есть еще дополнительный какой-то доход. Все юноши, которые, ну или люди, которые у нас работают, это их или первое рабочее место, или они очень долго были без работы. И, ну, получается, что они, начиная работать, но никак не теряют никакие другие благи, только получают как бы новый договор и новую зарплату. То, что я хочу сказать, что в нашем случае немножко помогает, то, что мы очень сотрудничествуем, и моя главная роль, это я исполняю, Балдспрекшед, это это общество Рупью Бернс, которое каждый день предлагает социальные услуги больше, чем 200 людей с инвалидностью. И тогда у нас уже была кондитерская тренировочная площадка, и мы очень многих людей как бы уже знали перед этим, перед начинать эту идею. Но то, что я могу сказать уже сегодня, это что мы работаем третий день, информация о нас в разных масс-медиах, и наш телефон, наш имейл, наш фейсбук очень горяч с теми людьми с инвалидностью, и кто просит, могут ли они попасть нам на работу. И это означает, что при предложении, если есть конкретное предложение, если этим людям есть как бы вера в том, что это рабочее место будет приспособлено и будет подумано об них, про них, то очень большое число людей бы готово было начать работать. А вообще в Латвии, насколько тяжела эта проблема трудоустройства людей с ограниченными возможностями? То есть это действительно огромное количество людей, которые не могут найти работу, или все-таки есть какие-то места, куда они могут устроиться, кроме таких социальных предприятий? Я думаю, есть очень много хороших работодателей, которые уже принимают на регулярных почках людей с инвалидностью на работу, и когда я иду в разные места и в разные магазины, я уже вижу больше и больше людей с инвалидностью, которые работают без никакой специальной регулировки. Но со второй стороны, если мы смотрим просто статистику, то статистика говорит, что большинство людей долгосрочно остаются без работы или в регистрах безработные очень долгосрочно. И если мы говорим, например, о одной специфической группе людей с умственными осталостями, то там группа практически больше чем 98% без работы. Они получают социальные услуги или другие услуги, но они не работают. И мое мнение, что это очень большая проблема с обоих сторон для тех людей, потому что они не могут найти себе работу. А с второй стороны, работодателям нужны рабочие руки, но они по каким-то причинам боятся. Ну, покажем, как вам кажется. Можете их обозначить? Я думаю, что нет хорошего примера, потому что те преподаватели, которые начинают сотрудничество или принимают работу одного человека с инвалидностью и находят хорошего человека, они всегда берут второго, третьего и развивают это действие. Но чтобы решиться на первый шаг, там есть очень многие вопросы. Как я? Почему? Что меняется? Будет ли он способен сделать ту функцию, которую нам надо? И очень много других вопросов. И мы еще не привыкли думать, что есть очень много функций, которые могут выполнить люди с инвалидностью, если работодатель этому готов и подготовлен. Но вы сказали, вы являетесь как раз таким человеком, который осмирился. Вы расскажите, может быть, если нас слушают другие работодатели, что это за люди и насколько они исполнительны, легко ли с ними работать, чем они отличаются от нас или абсолютно ничем. Потому что, возможно, в этих моментах кроется основной страх тех людей, которые боятся с ними работать. Здесь мы тоже должны разделить, что есть люди с разной инвалидностью. У нас работают люди с функциональными, или люди, которые перемещаются в коляске. И там главное, чтобы среда была бы подготовлена и предусмотрена, чтобы можно было проехать. Пандусы, например. Пандусы. Как близко мы к чему оставим, и чтобы была возможность проехать. Но это тоже, как бы сказать, там нету таких, как бы, что мы обязательно думали только о этих людей. Потому что есть же родителей, которые приходят в наши места в колясках. И если бы мы думали о всех, как тогда это не суждится. Но в другом смысле эти люди могут выполнять работу, любую работу, которая не просит физической, большой сложности, но при равных условиях. У нас есть люди, которые работают в Айдзердеге. Это слабослышащие. Здесь опять они могут выполнять практически все работы. Единственное, что надо было бы, чтобы все работы были описаны на бумаге, чтобы любую функцию, любую задачу можно было бы прочитать, чтобы не было... Сегодня делай то, и нет информации никак, ничто написано. У нас есть люди с интеллектуальными инвалидностями, с умственными стажами. Они очень хорошо выполняют функции, которые каждый день надо выполнять в одной и той же системе, в одной механической. И там опять нам главное продумать, чтобы ничего не менялось, чтобы каждый день мы делали функции по одной системе, по одной схеме, и обучать их. Если обучать, они одни из лучших работников, которые выполняют. Есть даже такие, как бы, пейтиюмы, что люди с умственными инстанциями механические работы исполняют даже лучше, чем люди без. Потому что, когда любой человек делает долгосрочно одну и ту же вещь, мы начинаем думать про другие вещи. Мы начинаем думать. Нам сейчас необходимо перерваться на новости рекламы, после чего мы продолжим. Я напомню, мы сегодня обсуждаем социальное предпринимательство. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Разворот». У нас в гостях сегодня руководитель Латвийской ассоциации социального предпринимательства Лиэна Рейна Миттева и создатель социального предприятия РБ-кафе Марис Гравис. Мы начали в первой части говорить об обществе, о толерантности, о работодателях, которые, может быть, охотно или неохотно может быть, хотят устраивать к себе на предприятии таких людей. А что вы можете сказать вот про ту латвийскую среду, как наши люди относятся к другим людям в ограниченном возможностях, ну, будь то физическим, будь то умственным, готовы ли мы их наблюдать в качестве своих коллег? Ну, допустим, да, не обязательно сотрудников, но коллег. Я думаю, что одна из вещей вообще в нашем обществе является в том, что мы очень не умеем, что результат у нас важнее процесса всегда. И тогда у нас большой стресс, и мы на многих рабочих местах, там, несмотря, есть инвалидность, нет инвалидности, мы очень индивидуально смотрим на вещи, и очень часто из-за эмоций, из-за стресса, ну, принимаем решение или относимся к другим людям из-за ситуации немножко стрессовых позиций. И тогда, когда люди с инвалидностью, они, чтобы начать работу и чтобы научиться делать все позиции, это происходит немножко медленнее. Если нету конкретного человека, который помогает, то всегда получается, что другим надо немножко делать сначала, помогать, обучать, и делать больше, чем надо было бы, если не было человека с инвалидностью. И тогда всегда происходят маленькие нюансы. но, с другой стороны, мы растем как общество, мы растем, я думаю, как каждый индивид, и наибольшее я слышу и вижу ситуации, где люди работают, и есть коллеги, есть начальники, которые очень позитивно смотрят. Мы пока шла реклама, разговаривали о среде. Инфраструктуре, инфраструктуре. Это очень такой интересный вопрос, если вы спрашиваете, то я думаю, что инфраструктура она улучшается, но очень трудно людьми, с которыми функциональные какие-то проблемы, перемещаться по Риге. Да, вот Марис только что в перерыве рассказала о том, что одна из его сотрудниц, она колясочница, ей помогают спуститься с дома, с этажа на первый этаж, а дальше, в каком районе Риги она живет? Известно ли вам? В Минске. Это Пуртиемс, да, и дальше она сама преодолевает этот путь, планируя его заблаговременно, с учетом всех бордюров, да, это не всегда самый короткий путь для того, чтобы она самостоятельно могла попасть на работу, с помощью трамвая, да, она добирается? Троллейбусу. Троллейбусу, троллейбусу добирается. Вот, Лена, вы, поскольку являетесь руководителем ассоциации, вот, как можно измерить интерес общества к социальному предпринимательству? Я понимаю, что это сложно об этом говорить, но какие у вас ощущения вот по поводу будущего? Ощущения очень позитивные, интерес большой, и мы тоже видим, как закону теперь год, и за этот год уже в регистре 58 официальных СИА, у которых есть социальная цель. В Латвии таких 50, то есть за год создано 58 компаний? Ну, если те, которые не регистрированы в регистре, продолжают как фонд работать, да? Или как СИА, если у вас нет такой надобности, да, тогда это не обязательно регистрироваться, но эта динамика хорошая, и мне очень нравится, что в Латвии нет только эти интеграционные СИА, которые работают с группами особенными, но у нас есть, например, такие социальные предпринимательства, у которых цель про, как вы говорили, виды, помощь окружающей среде, животным, да, этот весь, весь мир обхватываем, грубо говоря, все споры. Я очень горжусь этим, очень горжусь нашими предпринимателями. Приведите, пожалуйста, несколько примеров таких моделей, да, если вы начали об этом говорить, вот успешно может быть развитое дело, которое продолжается и несет какую-то пользу, какую-то. Ну, конечно, если мы смотрим в регистры, тогда 42% есть эти дарбоинтеграции с узнямами, которые работают с бывшими, которые вышли из тюрьмы, с бывшими заключенными, там 11 группов, особенных и начиная с людьми с инвалидностью, там бывшие пенсионеры, возможно, тоже. Да, но эти, которые ближе, которые не могут больше работу получить, которые ближе по возрасту, но еще не в пенсии, потому что в Латвии пенсию получают люди, это не является социальные проблемы. Ну вот, и у нас есть теперь, например, мне очень нравится, что есть тоже, как я говорила, есть, недавно открылась первая Zero Waste кафетерия в Риге и в Балтии тоже, которая работает вообще без отходов, безотходное производство. И, например, если вы хотите, они угощают очень вкусный кофе, который они сами варят, перемалывают, создают. гранулы, зерна, зерна, граузды, молят, молят, и все этот процесс они сами делают. У них зеленые эти пупы, зерна. Ну вот, например, если вы хотите кофе и взять по пути, у вас надо быть с собой кружкой, потому что я не знала, что самое большое для есть этой бутылки из воды, а в втором месте есть эти стаканчики пластмассовые загрязняют, да, они могут выглядеть как с картона, но внутри они с какой-то пластмассой все равно. Ну да, чтобы как-то не мокли, да. Да, да, да. Скажите, вы в первой половине нашей передачи упоминали, что социальные предприниматели, они всю свою прибыль направляют на решение каких-то социальных проблем или на развитие уже существующего бизнеса. Если я правильно понимаю, это то, что заложено в законе о социальном предпринимательстве, да, это в законе, когда вы создаете свой СИА, у вас надо быть социальной целью, это самое главное, что надо, о чем надо думать, когда вы начинаете думать про своем социальном предпринимательстве. А есть ли еще какие-то различия просто предпринимателей и социальных предпринимателей, кроме этой социальной цели, или это самое главное? Ну, второе есть, что весь прибыль вы не можете нигде в другое месте, чем в своем социальном цели, делю. Но эти две самые главные, там есть в законе такие маленькие детали, которые различаются с нормальными СИА, но то же самое, как коммерц ликумс, все как нормальное СИА. Я вас попрошу надеть наушники, давайте мы примем звонки, надевайте, пожалуйста, ближайшие к вам. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте, вот у меня замечание по социальному предпринимательству. В 96-м году я купила очень хороший приемник, радиоприемник, магнитолу Sony Spirio. Она проработала у меня 17 лет, и потом проблемы с регулировкой звука, громкости появились. Как раз в этом здании работал пенсионер по патенту очень хорошая радиотехника в Генрих. Я отнесла ему свой радиоприемник, он отремонтировал, приемник поработал еще 3 года, и потом другие проблемы появились. И когда я позвонила, у меня сохранилась его визитка, это был действительно очень хороший мастер. И когда я позвонила ему, хотела договориться о том, чтобы принести ему радиоприемник в ремонт снова, он сказал, что он больше там не работает, потому что у него отобрали помещение. Понимаете, и вот теперь этот приемник, прекрасный радиоприемник, магнитолы, еще коротковолновый, вот, стерео, японский, мне просто негде отремонтировать. Скажите, а как это связано с нашей темой сегодняшнего эфира? Эта тема, я считаю, что это социальное предпринимательство тоже было, он пенсионер был. И там же находилась ремонтная швейная мастерская тоже. Ну вот, хотелось бы узнать, она там еще работает, там тоже работала пенсионерка. Спасибо. Есть ли вам что? Нет, как я говорила про пенсионеров, не является этой группой, но идея... Вы точно знаете, что социальное предпринимательство обращает внимание на эти... Идея, кстати, это то же самое, как это Zero Waste кафетерия, что не надо выбрасывать. Все можно использовать, да. Все можно отремонтировать и использовать опять. Но там надо какому-то, который понимает, как это превратить в бизнес. А по поводу модели бизнеса, Марис, расскажите, какие ваши дальнейшие планы, когда вы планируете, насколько предприятие будет самоокупаемо, будет ли, и будет ли они работать, как вы будете работать, как полноценное общественное кафе, ничем не отличающийся от многих других в Риге. Да, наша идея, что мы не отличаемся и отличаемся в одно и в то же время и работаем полноценно. Наша бизнес-модель немножко может быть создан и с добавкой о том, что мы хотим предлагать и предлагаем на выездные кофейные аузы. И мы надеемся, что разные гласные и муниципальные люди, когда они будут организировать свои семинары, собрания, или конференции, что они будут немножко социальными и будут использовать наши услуги, чтобы сделать кофейную свою паузу немножко как бы с ПВН или с каким-то еще привкусом. паузу. мы надеемся, что мы найдем много слышащих, которые понимают нашу идею, которые хотят нам помочь, и что мы можем ваше собрание сделать немножко вкуснее, можем создать вашу паузу, и может быть даже не надо паузу, может быть, есть предпринятия, которые хотят каждый день сделать своим работникам хорошие сюрпризы, мы можем привезти 20 вкусных круассанов или 20 булочек вам на работу, и так сделать ваш день лучше и мир лучше. Но мне просто интересно, насколько зависит жизнь вашего кафе от прибыли, которую он будет получать. То есть, условно говоря, если кафе, к сожалению, будет работать в убыток, если такое случится, будет ли оно все равно спонсироваться и как-то поддерживаться ради того, чтобы были трудоустроены люди с ограниченными возможностями, или все-таки если прибыли не будет, то и кафе, к сожалению, закроется? У нас есть большая поддержка с гранта социальных предприятий, которые можно получить финансовая институция о том, чтобы 18 месяцев встать на ноги и создать бизнес-модель такую, чтобы мы могли быть хотя бы в ноль и продолжать свою действенность. Если мы после этих 18 месяцев не сможем работать как нормальное предприятие и покрывать наши затраты, то есть два варианта. Или искать опять какую-то поддержку, или думать про другой способ работы. Скажите, пожалуйста, наверняка слушают люди, которые хотели бы кому-нибудь помогать и делать это, может быть, в таком массовом порядке, но если у человека нет бизнес-навыков, у него очень развитое чувство социальной ответственности, то какие шаги он может предпринять, допустим, чтобы начать бизнес у нас в Латвии и стать социальным предпринимателем? Ну, там уже претруна как-то. Противоречие в чем? Что, если нет бизнес-навыков, но он искренне хочет сделать что-то, чтобы быть полезным, помогать другим людям, в том числе, допустим, зарабатывать или найти работу. То, что мы, как ассоциации, всегда говорим, что не всем надо стать социальными предпринимателями. Есть и другие формы, как можно помогать миру, например, фонды бедрии общественные. Это можно поехать в тот же приют Улу, Белла, там, я не знаю. Ну, конечно, и можно и делать какие-то социальные, сами организировать какие-то социальные проекты, которые начинаются и заканчиваются, потому что надо понять, что бизнес это бизнес, это долгий процесс, это не сегодня хочу помочь и завтра но это надо как-то я всегда говорю, что надо подумать, надо быть как-то немножко критическим к себе и реалистом. Но если, например, у меня есть какая-то идея, которая, мне кажется, удачна для социального бизнеса, но при этом я понимаю, что либо у меня нет времени этим заниматься, либо я не уверен в своих бизнес-навыках, могу ли я каким-то образом обратиться в ассоциацию, сказать, просто вот у меня есть идея, я хочу вам ее подарить, мне кажется, она будет очень полезной. Такая возможность помочь существует? Мы как организация у нас есть уже теперь есть 112 членов, и мы организируем всякие мероприятия, где наши члены встречаются и находят способы, как работать вместе, есть планы, как новые бизнесы делать, и для этого мы существуем. Но да, что я могу сказать, самое главное найти команду, Марис тоже как предприниматель знает, если нет команды, тогда команда. Ну а вы можете помочь найти команду, собрать людей вместе в единый коллектив, или они должны все-таки вначале сделать команду, а потом прийти к вам? Нет, то, что я сказала, что мы организируем мероприятия, где люди встречаются там и обменяются опытом, знаниями, да, контактами, контактами, да, это самое главное. Давайте мы еще один звонок примем, наденьте еще раз, пожалуйста, наушники, да, мы вас слышим, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Очень коротко вы так отрезали предыдущим звонившим по поводу пенсионеров. Я хотел бы поднять вопрос подробнее. По данным Еврокомиссии за 18 год в Латвии 47% пенсионеров находятся, как они называют, за чертой социального отчуждения, так дипломатично называя бедность. 47% пенсионеров в Латвии по данным Еврокомиссии находятся за чертой бедности. И почему бы эту группу лиц, которая в нашей Латвии построила все, чем мы пользуемся, не приравнять к социально бедствующему положению и, допустим, людям, которые на пенсии, вот касаемо этого мастера по радиоприемнику, по достижению пенсионного возраста, не вести систему патентов на занятость, которая полностью освобождала бы их от уплаты любых налогов в случае, если они окармливают и зарабатывают себе какую-то добавку в туническую пенсию, которую нам обеспечивает латвийское государство. То есть инвалиды, понятно, они не защищены, а все остальное это понятно. Но пенсионеры в Латвии это самое многочисленное. Да, спасибо большое за ваш вопрос. Ну, я думаю, что это же не запрещено. Нам надо только ждать бизнесмена, который вложится. Мы, наверное, существовали мил в виду то, что в данном случае тот мастер, который оказывал услуги по ремонту техники различной, он платил, допустим, большую аренду, также налоги для того, чтобы как-то содержать свой бизнес и иметь себе дополнительный доход. Почему, допустим, закон не может также пенсионеров для того, чтобы они могли создавать какие-то свои вот такие социальные модели и, допустим, не платить одну из статей налогов? Ну, как пример? Как вы думаете? Это возможно? Я думаю, это не вопрос к нам, а уже к министерству и другим, которые планируют нашу политику. Я думаю, со своей стороны и понимаю вопросы, понимаю слушателей, и я думаю, что это есть большой вопрос. Потому что не только Латвия, но вся Европа, весь мир становится старше. Я думаю, что этот вопрос должен стать план дня, что мы делаем и как мы помогаем, чтобы люди которые уже в пенсии могли бы делать какие-то свои реализовывать и может быть на каких-то улучшенных позициях. Но есть и социальные предприниматели, которые работают с этой группой. Но в мире есть очень хорошие примеры, как Изабилов, в котором в стране бабушки, которые сидели дома, начали делать обед и предлагать офисам. и очень хорошо все пошло этот бизнес. Мне кажется, один такой, который мне самому нравится, если мы говорим по людьм уже в пенсии, с сеньорами, тогда в Финляндии есть предприятие, которое объединил детский сад вместе с пожилым домом. И там получается, что одни получают присмотр, другие получают очень большую радость. и получаются все выигрыши и стороны. Потому, я думаю, есть много шансов, видов, что надо думать. Я думаю, что это тоже группа, где нужно очень-очень-очень думать, как помочь и как делать. Ну да, потому что я думаю, эта проблема все время становится побольше и больше. По крайней мере, мы ее даже сейчас актуализируем и поднимаем и продолжаем развивать. Мы желаем вам всего самого хорошего в вашем кафе, и чтобы у нас множилось число социальных предпринимателей в стране. На этом передача наша подходит к концу. В гостях у нас были руководители Латвийской Ассоциации Социального Предпринимательства Лиэна Рейна-Митева, создатель социального предприятия РБ-кафе Марис Гравис, провели передачу Алену Борисову, Артем Липин. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо.